МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С вами Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Моя кооперация в Чебоксарах состоялась в выездное заседание Центра Союза страны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитание добротой. Сегодня Чувашия простилась с главным режиссером театра юного зрителя, заслуженным деятелем искусств Чувашии Иосифом Дмитриевым. День матери. В преддверии праздника в столице Чувашии проходит праздничное мероприятие. Сегодня с рабочим визитом в Чувашию приехал Геннадий Онищенко, заместитель председателя Комитета Госдумы России по образованию и науке. В Доме правительства прошел круглый стол, в котором приняли участие глава Республики Михаил Игнатьев и руководители профильных министерств и ведомств. Организация питания в детских садах и школах – одна из главных тем, затронутых в ходе в совещание. В Республике успешно работает предприятие, которое выпускает профессиональное кухонное оборудование. Его закупают почти все школы Республики. Глава Чувашии представил Геннадию Онищенко профили здоровья. В Республике их начали разрабатывать несколько лет назад, причем в разных категориях. Это важный инструмент по формированию приверженности к здоровому образу жизни. Геннадий Онищенко одобрил инициативу и предложил создать профили для детей разных возрастов. Параллельно медики и специалисты в области спорта решают еще одну очень важную задачу – привлечь к занятиям физкультурой как можно больше взрослых и детей. В регионе уже не первый год ежемесячно проводятся Дни здоровья и спорта. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. В эти дни в Чебоксарах собрались представители региональных потребительских союзов страны. Кооператоры провели расширенное заседание и посмотрели, как работает потребительская корзина в нашем регионе. Общая тема звучит так – новая кооперация – основа развития малых городов и сел. До пленарного заседания гости побывали в логистическом центре Чувашпотребсоюза и Маргаушском районе. Тур для представителей региональных потребительских союзов страны начался, можно сказать, с мозга Чувашпотребсоюза логистического центра в Чебоксарах. Именно отсюда товары уходят в тысячу магазинов в самых отдаленных деревнях республики. Еще пять лет назад на доставку продуктов уходило несколько дней. После того, как складские процессы автоматизировали – около суток. Нужно было запомнить, где находится каждый вид товара. То есть нужно было его искать по всему складу. Сейчас за человек это делает программа. Раньше мы работали, все вручную делали. Приходилось все считать, записывать, пересчитывать. Сейчас такого нет. Мы сейчас просто подходим к любой ячейке и аппаратом сканируем ячейку и сразу нам выдает и название, и количество, и какой там товар содержится. Следующая точка – комплекс деревни Калай-Косы. Здесь местные жители могут купить все – от продуктов до сантехники. Кроме того, так как комплекс стоит на федеральной трассе М7, водители могут здесь поесть, отдохнуть в гостинице или даже постирать одежду. В Москокосах в системе потребительской кооперации открыли аптеку. Раньше жителям приходилось ездить за лекарствами в районный центр или даже Чубаксары. Я часто хожу сюда, куплю лекарства от давления, от инсульта. Если вот дорогие лекарства сегодня не будет, закажем, уже завтра будет. Рядом магазина еще швейный цех, основные направления которого – постельное белье, спецодежда и мелкий ремонт. Таких услуг в Москокосах раньше не было. Но мы очень удивлены в хорошую сторону в вашем пребывании потребительской кооперации в таком прекрасном состоянии. Столько почерпнули нового. Даже вот рядом находятся два предприятия. Для нас это, в общем-то, редкость. Хлебокомбинат Большесундирского райпо работает с 1965 года. Его продукция хорошо знакома жителям не только Маргаушского, но и многих других районов и столиц республики. Каждый день мы выпускаем до 30 наименований хлебобулочных изделий, до 20 наименований кондитерских изделий. В среднем за сутки выходит до 100 наименований. Одна из главных отраслей потребительской кооперации – заготовка. В заготовительном комплексе села Большой Сундырь у населения принимают молоко, картофель, ягоды, лекарственные травы. А у близлежащих магазинов – картонные коробки из-под товаров в качестве вторсырья. Из них изготавливают тары для продажи яиц. – Характерен очень толковый хозяйский подход, когда заметно становится то, что потребительская кооперация живет интересами тех территорий, на которых она проводит свою деятельность. Не везде так, как у вас. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Валерий Резюков. Республика. Перспективы потребительской кооперации обсуждали сегодня на расширенном заседании. Для производства и реализации продукции разрабатывают новые методы. Одна из инноваций – мобильное приложение. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Кооп. Этот логотип смогут использовать только те производители, чью продукцию оценят федеральные эксперты. Претендентов на торговую марку отбирал и депутат Госдумы, а в прошлом главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Среди лучших и предприятия по выпуску пряников из Цивильского района. Сертификаты победителям вручали в торжественной обстановке. Продукция кооператоров пользуется спросом. Только в прошлом году торговый оборот превысил 140 миллиардов рублей. В системе Центра Союза перерабатывают овощи, фрукты, молоко, производят соки, сыры, консервы, колбасы. На дегустационных столах изобилие блюд. От молекулярной кухни до деликатесов изморала и рыбы. Практически стараемся не солить. Соль должна только подчеркнуть вкус рыбы. Ежегодные объемы закупок предприятиями потребка операции Чувашии превышают 1 миллиард рублей. В Центра Союзе отметили, что в регионе развивается сфера общепита. Эксперты оценивают высоко и качество реализуемой продукции. Самое главное качество, причем индивидуальное качество, отражающее национальную культуру любого народа нашей страны. Вот в чем новизна и продолжение тех традиций, которые были от царя-батюшки. Сегодня у нас в Чувашии 19% медикаментов реализуются через сеть аптек, которые принадлежат потребительской корпорации. Мы сейчас говорим, нам надо сохранить село. Сегодня Чувашия один из лучших регионов. По выпечке кондитерки вы тоже на первом месте. Вторые вы по молоку по России стоите. Важная задача для потребкооперации – развитие сети продаж. Для реализации продукции создают и интернет-магазины. Для расчета спайщиками и заготовителями запустили мобильное приложение «Коупэй». Еще одно ноу-хау – мессенджер кооператоров. Люди что-то произвели и говорят «хочу продать», «пробуют», «хочу купить». С кем она идет? Это чисто продукт кооперации? Это продукт кооперации и внедрением его будут заниматься у нас студенты. В отдаленные села приезжают автолавки для Центра Союза. Это приоритетный проект. Там, где нет магазинов, мобильные пункты привозят все необходимое. Без поддержки власти не будет кооперации. И кооперации тоже поддерживают и управляют. И эти 48 соглашений, мы считаем, что в ближайший год мы со всеми регионами подпишем соглашение. Это будет целая политика по развитию малого предпринимательства, малого бизнеса, кооперации. Только мы ставим границу, только с кооператорами работаем. Любой предприниматель может прийти с нами работать. На пленарной части форума обсудили и перспективы потребкооперации. Среди первостепенных задач оптимизация логистики, создание сети оптовых комплексов и расширение сбыта. Многое зависит от господдержки. Начиная с реализации национального проекта развития агропромышленного комплекса, личные подсобные хозяйства привлекли льготные кредиты на сумму почти 27 миллиардов рублей. Это огромные средства. А годовая процентная ставка была 2%, 4% максимум. Это все позволило, потому что пайщиками Центр Союза, Чувашпатрель Союза являются в основном селяне. И они сегодня излишки продают. Еще один проект Центра Союза поддержан президентом России. Студенческое сообщество «Маяки дружбы» шагают по стране. Всю суть нашего проекта можно раскрыть через его девиз. Девиз у нас звучит как «Помогать, познавать, рассказывать и дружить». «Помогать» суть заключается в нашей волонтерской деятельности. Мы ее ведем как в нашем регионе, так и за пределами, на Кавказе. И так, «Познавать» это помогаем, мы узнаем много нового. Мы не только работаем, иногда нас вывозят на экскурсии, мы знакомимся с культурой. С этого дня «Маяки дружбы» начинают работу и в Чувашии. Раз, два, три. Ура! Обладать, познавать, рассказывать, дружить. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Провести в Чувашии республиканский женский форум и Большой отцовский совет. Эти предложения сегодня выдвинули председатели Союза женщин и Совета отцов на встрече с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В Союзе женщин работают только самые деятельные и энергичные, сообщила председатель Алифтина Федорова. Во всех районах при ЗАГСах созданы советы, а проект «Особые разные равные», направленный на поддержку мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, выиграл президентский грант. Совет отцов в Чувашии существует всего год. За это время созданы советы при школах и детских садах. Выверенная социально-демографическая политика в республике дает результаты. По удельному весу разводов по прошлому году были где-то на восьмом месте показатели по статистике по Российской Федерации среди регионов, Приворско-Федерального округа. Сегодня эти показатели мы улучшили в течение года. То есть не ухудшили, а улучшили. Значит, мы что правильно делаем? Алевтина Федорова предложила провести в следующем году в Чувашии женский форум. Председатель совета отцов Алексей Мурыгин, в свою очередь, сообщил о начале подготовки Большого отцовского совета, куда будут приглашены представители советов отцов всех уровней. Право знать в рамках Всероссийского дня правовой помощи детский омбудсмен Елена Сапаркина встретила с воспитанниками Чебоксарского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эй, ёжик! Будем в одной команде! Ёлки-голки! Лови! 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 Каждый ребёнок имеет право расти и развиваться физически и духовно, здоровым и нормальным путём, в условиях свободы и сохранения достоинства. Мы дети! Как и герои мультика «Смешарики», эти дети только узнают свои права. В этом им помогают и полномочные по правам человека, адвокаты, юристы и нотариусы. Все они как можно чаще стараются приходить к детям, оставшимся без родителей. Это мероприятие проводится с целью того, чтобы просветить наших детей, которые остались без попечения родителей, в правовых вопросах, подготовить их к взрослой жизни, к тем вопросам, с которыми они могут столкнуться в этой взрослой жизни, и чтобы они умели применять свои правовые знания. Особое внимание уделили социальным государственным гарантиям на образование, медицинское обслуживание и жильё. Студенты Чувашского госуниверситета вместе с детьми сыграли в тематическую игру «Азбука правоведения». Ребята разгадывали ребусы, отвечали на вопросы, моделировали ситуации. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика. В Чувашии идёт второй этап акции «Народная инвентаризация». В ходе первого этапа Министерство юстиции и земельных отношений Республики выявили более 2000 пустующих земельных участков. Из них в оборот вовлекли более 800 гектаров. Сейчас залезы неиспользуемые аварийные объекты недвижимости. Один из них стоит в городе Козловка, дом барона Жемини. Наша съёмочная группа отправилась посмотреть, в каком он состоянии. Когда-то этот дом был гордостью Козловки. В 80-е годы 19 века здесь жил барон Жемини. Сюда стекались гости со всего города. Здесь устраивались балы, здесь пили чаи, принимали гостей. Сейчас этот дом просто не узнать. Вот уже 15 лет он пустует. Обшарпанные стены, разбитые окна, поломанные двери. Находясь внутри старинного особняка, сложно представить, что когда-то здесь жили самые зажиточные люди в округе. Бароны владели всеми волжскими просторами в Козловке. Они продавали населению даже лёд. Их усадьба располагалась на территории пяти современных городских улиц. В Чувашии Жемини были единственными, кто обладал подобными дворянскими титулами. Шесть лет назад наша съёмочная группа уже приезжала сюда. Тогда в Козловке приступили к реконструкции фасада дома барона. Воссоздание особняка закончилось, не успев начаться. Отреставрировать смогли только переднюю часть фасада. Тогда же в интервью нашему каналу глава администрации города обещала разместить в доме музей. Нам долго приступали предложения продажи этого дома вместе с землёй. Но я считаю, что дом надо воссоздать и оставить его для людей. С тех пор прошло шесть лет. К сожалению, получилось таким образом, что из того, что старые деревянные, нет возможности его обслуживать и использовать по назначению. Но, тем не менее, мы надеемся, что в ближайшее время, думаем, с помощью инвесторов или каких-то других источников, значит, это здание отремонтируем и сдадим его, будем его как-то использовать по назначению. Дом уже четыре раза выставляли на торги, но за него никто так и не взялся. Дом барона Жемини далеко не единственное заброшенное здание. Ещё один пример. Прямо около Урмарского поворота стоит вот это строение. Что это за сооружение и чьё оно, пока непонятно. Хозяин неизвестен и у этих зданий. Они находятся около деревни Табанары Цивильского района. Судя по всему, здесь планировался отель и кафе, но пока здесь живут только птицы. Здание продаётся, но номер с объявлений не отвечает. Эти строения в таком виде стоят уже около десяти лет. В настоящее время администрации Цивильского района устанавливается правообладатель данного объекта недвижимости. В случае, если не найдётся правообладатель, объект будет признан в установленном порядке бесхозным, поставлен на муниципальный счёт и буквально будет реализован на торгах. За неиспользуемые объекты недвижимости взялись ещё в прошлом году. Выявили более 1100 строений. Из них уже 86% вовлечены в оборот. В итоге получили более 120 миллионов дополнительного дохода. Минюст Республики напоминает информацию о заброшенных или аварийных объектах можно отправить в органы местного самоуправления или на электронную почту Министерства. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Андрей Шоклев, Республика. В Чубаксарах в суд направлено дело депутата городского собрания Евгения Андреева. Его обвиняют в покушении на организацию заказного убийства. Следствием установлено, что депутат Андреев сначала незаконно собирал сведения о частной жизни своего знакомого и партнёра по бизнесу, чтобы затем его убить. Он нанял 29-летнего жителя Свердловской области, которому обещал вознаграждение за совершение преступления. 25 декабря 2017 года в северо-западном районе города Чубаксары потенциальный исполнитель данного убийства встретился с потерпевшим и в ходе беседы рассказал ему о том, что ему поручено его убить. Однако за денежное возграждение в размере 50 тысяч рублей он согласится не исполнить взятые обязательства и не будет совершать его убийство. Таким образом исполнитель хотел обмануть потерпевшего, завести в безлюдное место и застрелить. Но в итоге промахнулся. В данные события мешали сотрудники управления ФСБ России по Чубаксарской республике и помешали совершить запланированное преступление. И заказчик, и исполнитель сейчас находятся под стражей. Оба обвиняемых вину не признали. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский районный суд Чубаксар. Максимальное наказание, которое грозит заказчику, от 8 до 20 лет колонии строгого режима. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня Чуваша простилась с главным режиссером театра юного зрителя, заслуженным деятелем искусств Чувашии Иосифом Дмитриевым. Мне кажется, что я понимаю детей. Три года назад в эфире национального телевидения мы обсуждали с Иосифом Дмитриевым особенность работы режиссера детского театра. И сегодня ни одно его слово не потеряло своей актуальности. О людях, работающих с детьми, поощрительно говорят. Он сам как ребенок. Иосиф Дмитриев Трер был взрослым, зрелым человеком, умеющим вести очень серьезные разговоры с детьми на простом и понятном им языке. Воспитание добротой, умение прощать, помочь, протянуть руку в трудную минуту. Как улаживать конфликт с родителями. Паттерны такие, образцы мы даем решения их проблем. Самоизвестный режиссер нашего ТЮЗа попал в детский театр случайно. К 1980 году он успел окончить актерский факультет Ленинградского института театра и кино, поработать в Чуварском драмтеатре и получить режиссерское образование в ГИТИСе. Однако все взрослые театры республики в тот момент в режиссерах не нуждались. А ТЮЗ принял с удовольствием. Любовь оказалась взаимной. Мне кажется, что я понимаю детей. Кажется, что я понимаю детей. И потому способ существования в спектакле я подсказываю такой, чтобы этот способ существования актеров на сцене был понятен зрительному залу. Иосиф Дмитриев Трер до последних дней искренне и верно служил своему юному зрителю. И в память об этом останутся его постановки. До последней премьеры мастер не дожил всего двух дней. Но она состоялась. Азам Лавей – фантазийная пьеса по мотивам сказки Михаила Желтова «Волшебные силы». Спектакль о том, как важно хранить традиции, ощущать принадлежность к единому целому, чувствовать поддержку своего этноса, рода, семьи. Премьера состоялась в рамках третьего межрегионального фестиваля национальных тюзов, молодежных и драматических театров «Сказочная палитра». Редко такие люди бывают. Очень плохо сейчас театру, очень сложно. Но мы не стали прерывать и фестиваль. Это его детище. Мы будем продолжать. Иосиф Дмитриев был человеком необыкновенной силы духа. Его карьера складывалась далеко не безоблачно. В 90-е он даже вынужден был уехать на время из Чувашия. В последние годы тяжело болел. Но, судя по всему, источником его вдохновения служили как раз волшебные силы. Я бы сказала, что он был человеком возрождения. Когда мы видим целую плеяду, во время возрождения это было, как целая плеяда людей, которые были развиты очень многосторонне, очень многогранные личности. И вот папа был таким. Он был и поэтом, и переводчиком, полиглотом, художником. Он был драматургом, писателем, режиссером, актером, киноактером. То есть он успел проявить себя во всем. Последняя постановка Иосифа Александровича стала его завещанием коллегам, друзьям, зрителям и всем, кто когда-либо задумывался о проблемах глобализации, о вере и верности, о духовном родстве. Собственно, эти и другие нравственные вопросы он неизменно поднимал и во всех своих спектаклях, и в общении с людьми. Он всегда находил на все мои вопросы, пусть это по жизни, пусть это по творчеству, всегда у него были ответы, всегда. Работать мне было с ним очень интересно. Он был необыкновенно, неординарно, вообще кладезь всего. И я считаю, что осиротели не только близкие, не только я, не только театр и виновые зрители с уходом его, но и наша республика. Иосиф Дмитриев оставил и богатое поэтическое наследие. Кроме собственных стихов, им переведены и изданные произведения Кристиана Лундберга, Люкаса Свенсена, Карла Микаэля Бельмана, Анны Хальстрём, других скандинавских авторов. Он автор нескольких искусствоведческих трудов, посвященных этнотеатральным формам чувашских обрядов. Я такого, как Иосиф, человека, настолько глубоко, проникновенно, знающего все закоулки народной жизни, души народной, и так болеющего за свой народ, за будущее своего народа, за будущее культуры, искусства. Вот для меня это удивительно, уникальный человек, вот единственный из всех моих хороших друзей. Безграничная любовь и глубокое уважение к своему народу. Такую память оставил о себе Иосиф Дмитриев Трер, человек, чье имя связано с театром юного зрителя, так же, как и имя Михаила Сеспили. Самый трогательный и эмоциональный праздник. День матери в этом году отмечают 25 ноября. Администрация столицы и Союз женщин Чебоксар организовали немало мероприятий. Одно из них состоялось в 172-м детском саду. Здравствуйте, меня зовут Ольга Алексеева, я редактор национального телевидения Чуваши. Но еще я мама двух замечательных детей, Михаила и Анны. И прямо сейчас такие же мамы, как и я, участвуют в конкурсе «Мисс Мама». Среди участниц конкурса девушки самых разных профессий. Банковские работники, бухгалтеры, врачи, маникюристы, воспитатели. Но объединяет их всех вместе одно слово – мама. Самое главное для современной мамы – это идти в ногу со временем. Быть очень развитой, умной, владеть современными технологиями. Быть не только красивой, начитанной, но еще и обязательно подтянутой. Примером для своих деток. Хочу посоветовать, пожелать всем молодым, чтобы они рожали, создавали семьи, потому что это очень прекрасно. Одно из главных навыков мамы – это то, как и что она готовит. Участницы конкурса приготовили любимые блюда своих детей. Ольга Арсентьева в свое творение добавила главный ингредиент – любовь. «Это чувство живет во мне и процветает», – отметила участница. И несмотря на то, что она уже мама троих детей, останавливаться на этом не собирается. Самое главное в нашей жизни – это мама. Быть мамой – это на самом деле такой прекрасный дар природы. Быть мамой – это на самом деле большое счастье. Я маму детишку беру и маму ей подарю. Праздник моя родная, ты одна у нас такая. Каждая участница конкурса «Мисс Мама» победила в своей номинации. Но главное для них не победа и не участие. Не важны профессия, должность и образование, отметили они. Самое главное – это семья и дети. Матушка Богородица, Дева Святая Мать, Ты научи, взываю я, матерью как мне стать. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, Республика. В Ледовом дворце состоялся товарищеский матч делегации Центра Союза с командой Чувашского правительства. Об итогах встречи в нашем материале. Команды включились в игру с первых минут. Активный прессинг, опасные моменты у ворот. Вот так играют любители. Первый размочил счет команда Центра Союза. На 17-й минуте первого периода меткий бросок поразил ворота республиканского кабмина. Я не расстроилась. Я думаю, что в следующем периоде обязательно кабинет министров забьет. Все очень круто, здорово, весело. Все нравится. Вторая 20-ти минутка подарила быструю игру. Обе команды пытались забить шайбу ворота противника. В товарищеской встрече за нарушение правил наказывали штрафным броском. Первыми реализовали буллит игроки Центра Союза. Капитан команды Дмитрий Зубов не оставил шанса вратарю. На перерыв команды ушли со счетом 0-2. Часто буллита приходится бить. Немножко обманул его. Он думал, старенький идет дилетант. Пустил шайбу вперед. Он клюшку вытащил, а я ее убрал. Закусив губу, играем с профессионалами. Но хочется доказать, что жизнь продолжается. Ветераны тоже могут бегать. Спорт сплачивает, как говорят, в кооперации. Вот мы, молодежь и ветераны, играем вместе. В начале третьего периода отрыв Центра Союза вырос в два раза. На 15-й минуте команда Кабмина забросила ответную шайбу. После на льду начали происходить хоккейные чудеса. За две минуты до конца гол в ворота получила команда Центра Союза. В последнюю минуту матча разрыв в счете стал минимален 3-4. Важную шайбу забросил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Сыграть в ничью в товарищеском матче не получилось. Но хозяев льда это не расстроило. Вы знаете, нет, при такой борьбе не обидно. Главное же участие, как бы поиграли, увидели, как и другие играют сами, как играем. Есть с чем сравнивать, значит. Это пример для молодежи, пример для всех, что нужно в спорте жить, всегда спортом дружить. Татьяна Летева, Валерий Резюков, Республика. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет интересная и полезная информация. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и по доступной цене, это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Ассортимент очень большой, конечно. Выбор очень большой. Вот три модели выбрала. Теперь будем выбирать одну, которая подойдет. Хотелось бы пуховик, можно синтепоном. Хоть что. Лишь бы подошло. Но я вот люблю мягкие куртки, чтобы мягкая она была. Не жесткая, не дубовая. Вот это вроде села. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Анна Кенина пришла сюда за зимней курткой. Как раз недавно на ярмарку поступила новая теплая коллекция. Я выбираю куртку на зиму. Зима будет, надеюсь, холодная, чтобы куртку носить можно было. Ассортимент довольно-таки большой. Есть выбрать для всех возрастов. Эту куртку, да, я собираюсь взять. Я ее увидела, померила, она мне понравилась. Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках. Более пяти тысяч моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Здесь каждый найдет себе обновку по душе и кошельку. И самое главное – все цены у нас оптовые. Допустим, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2200 рублей. А теплый зимний пуховик за 2980 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра и до 8 вечера без обеда и выходных. Вас ждут по адресу улицы Максима Горького, 49, торговый центр «Максидом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова